Здравствуйте, дамы и господа! Меня зовут Андрей, вы смотрите канал Технотерм. В этом видео поговорим с вами о том, как определить степень нормальности настенного газового котла, исходя из его внутренних компонентов, так называемой начинки. Идея для этого ролика зрела достаточно долго. Изначально не было понимания того, как объяснить обычному обывателю, на что смотреть внутри котла, чтобы понять, нормально перед ним техника или все-таки нет. Поэтому было принято простое решение в итоге, упростить его до пяти пунктов, до пяти элементов, на которые следует посмотреть, чтобы понять, стоит потенциально приобретать этот котел или все-таки нет. Это с вами и обсудим в данном видео, и посмотрим на это наглядно. Итак, начинаем! Итак, моделируем ситуацию. Допустим, вы захотели приобрести настенный газовый котел в определенной ценовой группе. Вы отобрали для себя несколько ключевых моделей, и теперь осталось самое главное. Выбрать для себя одну, ту, самую, единственную модель котла, которая будет стоять в вашем доме и потенциально не будет доставлять каких-либо хлопот, будет служить максимально долго и работать будет надежно. Так вот, для того, чтобы понять, какая это должна быть модель котла, нужно обязательно заглянуть во внутренности каждого газового котла, который вы для себя выбрали. И запомните самое главное. Ни в коем случае не подбирайте котел, исходя из его внешних данных. Я вообще считаю, что большинство настенных котлов это конкретные уродцы, и редкому производителю удается сделать максимально красивую эстетичную модель. В основном это унифицированные такие устройства, которые ничем друг от друга не отличаются. Если вы видите потенциально красивую модель, возможно, вам пытаются впустить пыль в глаза. Поэтому запомните, внешний вид это последнее, на что вы должны обращать внимание. А вот на что нужно обращать внимание при выборе котла, исходя из его внутренностей, смотрим дальше. Итак, первое, на что вы обращаете внимание при просмотре газового котла внутри, это на материал теплообменника. Теплообменник располагается вот здесь вот, в камере сгорания. Бывает продавцы ее выставляют в открытом виде, бывает с такой вот крышечкой. Бывает вот так вот она открыта, бывает просто закрыта. Но не суть важна, теплообменник в любом случае вы особо разглядеть не сможете. Вы сможете увидеть его края. Вот он как раз таки располагается, здесь вот горелочка у нас расположена, здесь вот пространство, где как раз таки горит газ. И вот здесь вот теплообменничек, в котором как раз таки происходит нагрев воды. То есть вода циркулирует по контуру газового котла и вот проходит через теплообменник. И как раз вот здесь вот происходит ключевой нагрев. Вроде разобрались. Итак, на стенах газовых котлах традиционных теплообменники бывают трех видов. Это медные, это алюминиевые, это теплообменники из нержавейки. Наиболее популярными по сей день остаются медные теплообменники. Как раз таки вот в этом котле здесь стоит медный теплообменник. Но на первый взгляд может показаться, что теплообменник сделан что-то наподобие алюминия, потому что здесь он имеет серебристый окрас. На самом деле это медь, которая в нормальных котлах покрывается специальным защитным силиминовым составом. По заверению производителей, силиминовый состав продлевает жизнь теплообменнику, повышает его коррозийную стойкость и жаростойкость. Эти теплообменники на практике должны служить дольше. Поэтому первое на что вы обращаете внимание, это материал теплообменника. Если он медный, обращайте внимание, нанесен ли он на него состав или все-таки нет. Если состава нет, значит производитель чуть-чуть сэкономил. Если состав все-таки нанесен, значит все-таки производитель потрудился и не пожалел дополнительных денег на обработку теплообменника. Самые топовые теплообменники по сей день остаются именно медные. То есть у них самая высокая эффективность, самая высокая КПД достигается именно с медными теплообменниками в традиционных котлах. И плюс ко всему эти теплообменники самые ресурсные, то есть они в теории и в практике живут гораздо дольше алюминиевых и собратьев из нержавейки теплообменников. Но у них есть главный минус. Медь это дорогая запчасть, поэтому если вы попрощаетесь со своим теплообменником спустя там продолжительное время, то как запчасть он будет стоить максимально дорого. Второе это у нас теплообменники из алюминия. Применяются довольно таки редко, в основном я знаю насколько марка Арестон их применяет у себя сейчас активно. И по заверению марки Арестон в принципе теплообменник ничем не проигрывает медному, а по КПД всего уступает там на 0,8 в аналогичных двух котлах арестоновских. Поэтому якобы теплообменник довольно таки хороший и не сильно уступает меде. По факту это все-таки удешевление производства. Да, алюминий с ним можно достичь больших высот там в плане производства теплообменников, но по практике теплообменники такие живут меньше. Но опять же, как запчасть они тоже идут дешевле, поэтому в принципе имеют право на существование. Также третий вариант это теплообменники из нержавейки. Я думаю вы их сразу заметите, они будут иметь определенный блеск, все равно отличаться. Да и в принципе производители не скрывают из чего у них сделаны теплообменники. То же самое, то есть что касается алюминия. По-моему ресурс примерно такой же, также живут недолго, как запчасть довольно таки дешевые. Поэтому если в вашем списке несколько газовых котлов, победителем, на мой взгляд, должен являться производитель, у которого используется медный теплообменник, в идеале покрытый защитным составом из алюмина. В остальные теплообменники это компромисс. Если котел стоит дешевле, хотите сэкономить, можете взять котел с теплообменником из нержавейки или же алюминия. Если одна ценовая группа, разница в стоимости небольшая, медь это ваш выбор. Второе, на что вам следует обратить внимание, это материалы гидравлической группы. Гидравлическая группа котла, она располагается обычно в самом низу. Не обычная, а практически всегда она располагается в самом низу. Вот эта вот подающая часть котла, это обратная часть котла, где стоит насос. Как вы видите, здесь материал гидравлической группы, это латунь. Она сейчас применяется все реже и реже. Чаще стали использовать именно композитное исполнение гидравлической группы. То есть это обычный термостойкий пластик черного цвета. Вы его можете видеть в других котлах, он все чаще и чаще применяется уже во многих моделях. Уже постепенно все-таки происходит переход на более доступный материал. Но ничего плохого в пластиковой гидравлической группе нет. Она дешевая, как запчасть, главное, что было в наличии. В принципе, ходит, существует. Да, бывают вот эти соединения в пластиковой гидравлической группе. Они со временем как-то рассыхаются или что-то начинают подтекать. Но не проблема их разобрать и заново собрать на ту же ленту фум, упаси Господь. На лен, на сантехническую нить, на герметик я бы все-таки здесь ничего не садил. Ничего плохого в композитной группе нет. Но в то же время вы понимаете, если у вас установлена латунная гидравлическая группа, производитель точно не решил экономить по этому поводу. И сделал все максимально надежно. Чтобы что-то произошло с латунью, тут надо постараться. Плюс ко всему, латунь всегда можно также отреставрировать, отремонтировать. Но латунь может погубить единственный момент. Это агрессивная среда теплоносителя. Но чтобы такая среда должна была быть, это опять же надо максимально халатно относиться к своей системе отопления. Поэтому, если вы видите на нижнюю часть, и в одном котле видите латунь, а в другом все-таки пластиковое исполнение, знайте, приоритет в любом случае, по мне, так должен быть на латуне. А в конечном итоге решать уже вам. Третий фактор, который вам поможет при выборе газового котла, это фактор циркуляционного насоса. Точнее, конечного бренда, который эти насосы производит. У европейских котлов все достаточно просто. Чаще всего они поставляют в свои котлы насосы брендов Грунфос, это Дания, либо Вилла Германия. Остальные производители, и также часть европейских производителей, делают кто во что гораст. То есть, они комплектуют непонятными насосами свои газовые котлы. И вот бывают эти насосы достаточно хорошие, а бывают эти насосы не очень. Грунфос и Вилла, в принципе, себя зарекомендовали хорошо. И опять же, исходя из опыта моего личного, Грунфос, в принципе, даже чуть более ресурсный, чем насосы Вилла. Но это именно на стены газовых котлах. Почему-то в нашей практике сложилось так. Если вы видите два этих бренда насосов внутри котла, то, скорее всего, это хороший выбор. Не скорее всего, а это, в принципе, точно хороший выбор. Если видите непонятные бренды в котле, касаемо циркуляционных насосов, то стоит задуматься, нужен ли вам такой котел или нет. Но опять же, обращаем внимание на все факторы, которые будут рассказаны в этом ролике. Опять же, некоторые производители, бывает, делают так. Они на самом насосе, на шильдике вот этом, пишут с большими буквами свой бренд. То есть, могут написать там, вот, Вейланды, Висманы так любят делать. Они пишут здесь с большими буквами Вейланд, либо Висман. Но при этом они используют те же насосы Вилла, либо Грунфос. И обязательно где-нибудь на шильдике здесь, либо где-нибудь будет наклеечка, упоминание о том, что все-таки это конечные производители. Это либо Вилла, либо тот же Грунфос. Если вы такого шильдика не видите, значит, скорее всего, у вас какие-то насосы непонятного производства. Бывают вот тендерные модели газовых котлов. Это обычно удешевленные модели от каких-то серийных котлов. Тендерные. Бывают вот в какие-то определенные регионы, завозят большую партию. Тендерные котлы. Это котлы, которые закупаются под многоэтажное строительство. Либо там какой-то поселок строится. Туда вот большая партия котлов закупается. Их чуть-чуть удешевляет. Вот удешевляют их зачастую. Либо насосами ставят более топорный. Пишут просто марку. Те же европейцы так делают, допустим. Либо бывает еще плату поставят более доступную. И так далее. То есть поэтому обращайте на этот фактор внимание. Он, конечно, не ключевой, но имеет место быть. Идем дальше. Четвертым пунктом я бы выделил именно материалы трубопровода, которые применяются в настенном газовом котле. Вот на данном примере мы видим, что труба здесь выполнена из меди. Чаще всего как раз таки применяют именно медь. Она бывает толстостенная, бывает тонкостенная. Бывает по-разному производитель пытается на ней сэкономить. Если вы нажимаете на медь и чувствуете, что она немножко проминается. Ну, скорее всего, это тонкостенная медь. Ну, и стоит задуматься, опять же, покупать такой котел или нет. Скорее всего, с этой трубой ничего не произойдет. Но, опять же, производитель все-таки попытался сэкономить. Также трубу, бывает, делают из нержавейки. Бывает, ее делают из алюминия. А бывает, ее делают из вот такой вот гофротрубы. Если вы видите гофротрубу в котле газовом, скорее всего, производитель выбрал для себя самый дешевый вариант применения трубопровода в газовом котле. Не знаю, насколько этот вариант надежный, но факт состоит в том, что, опять же, если вы видите кругом медь, скорее всего, производитель не старался сэкономить, а делал все максимально грамотно. Если видите другие варианты, это компромиссные. Нержавейка, в принципе, алюминий. С ним ничего не происходит. Они также долго ходят, абсолютно ничему не подвержены. Вот гофра у меня вызывает серьезные вопросы. Потому что все равно здесь есть стыки, сам материал такой спорный, непонятный вообще, какая хорошая это гофра, нехорошая и так далее. Поэтому, если в одной ценовой группе вы встречаете вот такую вот гофротрубу, я бы все-таки этот котел ставил на последнее место. Если встречаете другие материалы, тут уже, опять же, линейка простая. Медь круто, не экономили. Алюминий, нержавейка пойдет нормально. Также вполне себе хорошо ходят. Над пятым пунктом пришлось немного повозиться. Сначала было желание всунуть туда компьютерную плату, на что обращают внимание. Потом газовые клапаны, проводку. И что-то пошло-поехало дальше. И возникло понимание того, что вряд ли конечный покупатель, обычный обыватель разберется, про что я вообще говорю. Поэтому пятым пунктом все-таки было решено сделать конкретное брендирование самого котла. Сейчас объясню, что я имею в виду. Как вы знаете, вообще редкий производитель в мире производит конкретный продукт с нуля и до результата. Обычно какие-то определенные детали он заказывает извне. Так вот, почти всегда настенные газовые котлы производятся полностью из каких-либо сторонних комплектующих. Потом сам производитель у себя на заводе собирает это все в единую конструкцию, возможно, дорабатывает программное обеспечение, компонует все так, как нужно и выпускает он все в красивой обвертке и продает, ну, как полагается, с наценкой. Так устроен наш капитализм. Так вот, нормальный производитель, он всегда будет показывать то, из чего сделан его газовый котел. То есть, не обязательно это может быть вот прям тыканье пальцем, смотри, вот из чего у меня сделан котел. Иногда производитель указывает это в своих брошюрах, что мы применяем такие-то комплектующие, таких-то брендов. Бывает, производитель прям полностью схематично рисует то, из чего сделан его котел, а бывает промалчивает, но при этом заглянув в котел, вы обязательно увидите, из чего он собран. Вы увидите на каждой детали определенный шильдик, где будет написано, что это бренд такой-то, модель-то такая-то, произведено в такое-то время. Так вот, если вы заглядываете в котел, смотрите на вентилятор, смотрите на насос, на газовый клапан, видите, что там какие-то бренды написаны, что, возможно, это нормальная деталь, вы еще не знаете, но вы всегда можете поизучать эту деталь в интернете, потому что многие котлы, я вас также удивлю, комплектуются из одних и тех же запчастей. То есть, очень часто запчасть с одного котла можно применять как запчасть к другому котлу, и это распространяется на очень многие модели. Поэтому, если вы заглядываете в сам котел и видите там всякие разные бренды, выпишите их или запомните, либо зайдите в интернет, изучите эту модель, там посмотрите фотки ее, потом поизучайте, что это за бренды. И если вы видите брендированный газовый котел, наверняка это тоже неплохая какая-то вещь, ее можно рассматривать к покупке. Если же вы не понимаете, из чего сделан котел, обычно производитель, который пытается скрыть вообще, откуда он берет эти детали, он пишет просто маркировку детали, дату производства, какой-то там серийный номер или номер самой детали, чтобы как запчасть вы могли ее всегда заказать. Если вы видите такое, ну я бы относился к этому скептически. Все-таки нормальный производитель обязательно выпендрится и покажет, из чего собран его котел. Или, по крайней мере, он не будет убирать конечную маркировку изготовителя, а все оставит так, как есть. Так вот, если вы видите брендирование внутри котла, много всяких брендов, возможно, вполне возможно, и наверняка этот котел вполне себе неплох, его можно рассматривать к покупке. Надеюсь, данное видео положительно скажется на конечном выборе того газового котла, который будет радовать вас в доме долгие годы, не будет создавать проблем и прослужит вам достаточно долго. Выложился как смог. Надеюсь, это видео вам понравилось. Если это так, обязательно ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. Рядом с кнопкой подписки есть колокольчик, обязательно на него нажмите, и вы будете получать оповещения о наших новых видео. Обязательно оставляйте любой комментарий под этим видео. Ролик, надеюсь, получился полезный. Здесь нет никакой рекламы, мы не упоминаем какие-либо бренды, кроме насосных, да? Ну, это опять же случайность. Поэтому, думаю, ролик будет многим полезен. Опять же, сейчас сезон покупки газовых котлов, поэтому лишняя информация никому не повредит. А чтобы ролик увидело как можно больше людей, нужно лайкать это видео и нужно оставлять как можно больше комментариев. Надеюсь, вы в этом мне поможете. Меня зовут Андрей, вы смотрели канал Технотерп. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. До скорых новых встреч!